Наталья Суботина приняла решение стать художником еще в детском саду. Ей нравилось создавать свой мир на бумаге. Вместе с коллегами она вышла на открытую площадку писать картины. Я помню точно, что у меня был где-то в возрасте, наверное, 5-6 лет, альбом с портретами, с портретами своих одногруппников. Вот такой был. Я думаю, что можно обобщить словом природа. То есть нравятся растения, что-то, не знаю, съедобное, городской ландшафт, ну, тоже как часть природы. На площадке не только писали картины и дружеские шаржи. Для всех желающих работали мастер-классы. Арт-фестиваль «Живописный город» прошел в честь юбилейной даты. В этом году Самарское региональное отделение Союза художников России отмечает 85 лет со дня образования. В творческом объединении собраны профессионалы самого высокого уровня. Жизнь Союза художников – это сплошной яркий момент, на баспоне которого загорается периодически супер, мега, как звезды. У нас есть в истории Союза художников и народные художники, и сейчас действующие, ныне заслуженные художники России. И вот в настоящий момент член-корреспондент Академии художеств. В тот же день на площадке выставочного зала Союза художников отметили еще одну юбилейную дату – 90 лет со дня образования Ленинского района Самары. Художница Анна Слевкова выросла и продолжает в нем жить. Любит гулять и писать архитектурные памятники, которые находятся в Ленинском районе. Мне кажется, у нас самое красивое место Самары, у нас самые красивые виды, у нас и как художник, и как житель, потому что, в общем, все точки, которые я пишу, вот как художник, да, это как раз Ленинский район. Костел, видно Кирху, видно особняк Урлиной, вот этот вот центр, это же все Ленинский район, очень красиво. Художники в честь праздника писали картины, лепили из глины под открытым небом с утра и до самого вечера. Праздник продолжился и сегодня. С 4 сентября в Ширяево открывается Всероссийский пленэр. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.